Ну а курс тенге на утренней торговой сессии на казахстанской фондовой бирже слаб на более чем 11 пунктов по отношению к доллару. При этом сегодня на косе впервые был применен метод так называемого франфуртского аукциона. Этот инструмент был разработан национальным банком и биржей для ситуаций, подобных нынешним. Упомянутый механизм позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок. Сейчас на связи со студией находится мой коллега из Алматы Тимур Ермашев. Тимур, в чем суть измененных торгов? Да, Мадина, привет. Сегодня в особом режиме начались торги на казахстанской фондовой бирже. Впрочем, подобные действия как раз были предусмотрены регламентом и представители фондовой биржи сейчас находятся рядом со мной. Это заместитель председателя правления казахстанской фондовой биржи. Скажите, пожалуйста, как в целом сегодня стартовались торги после нашумевших событий? Казахстанская фондовая биржа открылась в штатном режиме, то есть в 10-15 у нас открываются торги иностранными валютами, в 11-30 ценными бумагами. В 10-15 мы открыли торги, все как и положено. Ну а вот тот особый режим, о котором вы говорите, это включается он тогда, когда те заявки, которые подаются в начале торга, они отличаются более чем на 1,5% по своей цене от курса закрытия предыдущего дня. Понятно, что сегодня такое произошло, и в этом режиме торги открываются в режиме так называемого франкфуртского аукциона, когда все заявки накидываются, если так говорить, в торговую систему биржи в течение определенного времени. Сначала это 7 минут, потом они могут продлеваться. И торговая система вычисляет единую цену, по которой происходит удовлетворение заявок. Такой механизм существует далеко не только у нас. Во всем мире биржи используют этот механизм аукциона для того, чтобы в период очень высокой волатильности получить такой более-менее представительный, репрезентативный курс. И вот когда закончился этот франковский аукцион, курс сложился на уровне 393,5 тенге за доллар. И до 11 часов, то есть это первая отсечка, по которой мы делаем средневзвешенный курс, ничего фактически не изменилось. То есть участники наторговали на 319,5 миллионов долларов и средневзвешенный курс на 11 часов сложился на уровне 393,5. Отклонение от предыдущего дня, если мы говорим про пятницу, составляет по доллару 2,97 процента или 11,36 тенге. Вот это одна деталь. И вторая деталь – это то, что я хочу подчеркнуть, что все это предусмотрено правилами биржи. Здесь нет никаких, так сказать, нерегламентных процедур. Обо всем этом были даны новости на сайте. Но кроме того, мы готовимся к открытию торгов ценными бумагами. Естественно, наши бумаги уже торговались в Лондоне вчера и на других рынках. Мы изучили изменение цен этих бумаг и соответствующим образом меняем риск параметры, потому что биржа выступает центральным контрагентом, гарантирующим исполнение сделок как на рынке иностранных валют, так и на рынке ценных бумаг. И до открытия торгов, в соответствии с измененными вот этими параметрами, все участники должны довнести свои гарантийные взносы. Биржа расширяет там определенные коридоры изменения цены. Все это, естественно, было сделано в регламентном режиме. И все это позволит обеспечить исполнение сделок и их стабильность. Ну и есть еще одна мера, уже крайняя мера, наверное, до этого может не дойти. На рынке ценных бумаг, если сегодня, например, какая-нибудь акция в цене упадет на 30%, мы остановим торги до следующего дня, либо до специального разрешения регулятора. И если наш индекс, индекс КОСЕ, упадет на 15%, то тогда мы остановим торги по всем акциям этого индекса тоже, либо до следующего дня, либо до распоряжения регулятора. Вот такие вот меры. А подобные меры применялись уже в недавнем прошлом? В недавнем нет. Но биржа прошла уже не один кризис, поэтому, да, конечно, такие меры применялись. Но на рынке иностранных валют режим франковского аукциона используется впервые. Спасибо большое. Это был Андрей Цалюк, заместитель председателя правления казахстанской фондовой биржи. Я напомню, что сегодня премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин поручил к предприятиям квази-госсектора сократить покупки в долларах, если это не касается прямой операционной обязанности. И давайте послушаем мнение эксперта по этому поводу, что думают об этом экономисты. В такой ситуации стандартными мерами является максимальное ограничение продажи валюты. И мы видим, что наше правительство следует этим мерам. В частности, сегодня была озвучена позиция, что госкомпаниям, скорее всего, запретят покупку долларов на инвестиционные необходимые нужды. Но в то же время это вынужденная, но краткосрочная мера. И она не поможет решить саму проблему. То есть, если цена на нефть продолжит оставаться на уровне, на текущих уровнях, это 35 долларов за баррель, то, соответственно, правительство и нацбанк не смогут долго придерживаться такой политики. И в определенный момент им придется отпустить курс тенге. Да, это было мнение Касымхана Капарова, экономиста. И пока что, в общем-то, это вся информация, которую мы можем поделиться к этой минуте. И ждите подробностей в наших следующих выпусках, коллеги. Спасибо большое, Тимур.